Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Руфи и я верим, что это очень личное обращение, поэтому мы не будем останавливаться на... Такими были некоторые из вас, а сразу перейдем к «но». И пусть это будет нашим личным свидетельством. Но мы омылись, но мы осветились, но мы оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа, и духом Бога нашего. А теперь мы предоставим вам честь сказать это вместе с нами. Это не очень трудно запомнить, так что давайте начнем с местоимения «мы». Готовы? «Но мы омылись, но мы осветились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и духом Бога нашего». Аминь. Да благословит вас Господь. А теперь мы продолжим изучение шести основ учения Христова, которые перечислены в первом и втором стихах шестой главы послания к евреям. Мы уже разобрали первые две основы через покаяние к Богу и веру в нашего Господа Иисуса Христа. И теперь мы собираемся перейти к третьей теме, которая является учение о крещениях. И я просто коротко прочитаю эти слова, чтобы быть уверенным, что мы основываемся на Слове Божьем. Послание к евреям, 6 глава, стихи 1 и 2. «Посему, оставившие начатки учения Христова, и я предпочитаю говорить фундаментальные истины, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о Суде Вечном». И третья тема, которую мы будем разбирать сегодня, это доктрина крещения. Вместо слова «доктрина» можно использовать слово «учение». И обратите внимание, что в Писании слово «крещение» стоит во множественном числе. «Крещение я», количеством больше одного. На самом деле, в Новом Завете идет речь о трех крещениях, и мы в свое время разберем каждый из них. Прежде всего, я должен сказать... Позвольте мне просто кратко перечислить эти три крещения. Первое — это Иоанново крещение, крещение Иоанна Крестителя. Второе — это христианское крещение, и это не одно и то же. И третье — крещение в Святом Духе. Это три различных крещения, каждому из которых отведено значительное место в Новом Завете. Теперь я кое-что должен сказать о значении слова «крестить». По-английски «baptize». Это не английское слово, а греческое. Написанное английскими буквами. То, что называется транслитерация. Слово «крестить» — «baptize» — напрямую произошло от греческого слова «baptizo». И не будучи переведено, оно просто было записано английскими буквами. Почему это произошло? Возможно, различные варианты ответов. Это может быть просто церковной традицией, а возможно, при создании перевода короля Иакова переводчики не хотели обидеть англиканскую церковь употреблением истинного значения этого слова. Я не знаю этого, и не предлагаю вам какого-либо определенного мнения на этот счет. Но если вы обратитесь к греческому языку, то там значение этого слова не оставляет никаких сомнений. Оно означает «погружать». «Погружать». И вы можете погружать двумя способами, и оба они встречаются в Новом Завете. Вы можете погрузить что-то, опуская это что-то в воду, так что оно будет полностью покрыто. Или же вы можете погрузить что-то, выливая воду сверху на этот предмет. Но каким бы способом вы это ни делали, это означает полное погружение. Это не частичное погружение. И по сути, крещение — это передача. Какое бы крещение ни описывалось в Библии, оно всегда ознаменовывает передачу чего-либо, из одного сосуда в другой. И это касается вас целиком, а не лишь какой-то отдельной части. Таково значение греческого слова, и я верю, что это очень важно. Крещение — это полное погружение. В этом процессе затронута не только какая-то часть вас, но вы полностью участвуете в нем. Далее. Это слово используется с двумя или тремя различными предлогами. И это также требует объяснения. Оно используется в контексте «крестить в чем-либо» и «крестить во что-либо». «Крещение в чем-то» означает ту среду, в которую вы погружаетесь. Это может быть вода, или это может быть Дух Святой. «Крещение во что-либо» означает конечный исход, результат вашего погружения, во что вы переходите в результате этой передачи. «Крещение Иоанна» было крещением в воде, в покаянии, или прощения грехов. То есть тут присутствует в чем и во что. Крещение Святым Духом, о котором мы пока говорить не будем, является крещением в Святом Духе, в тело Христа. Об этом мы поговорим попозже. Но вы, когда думаете о крещении, должны задать себе два вопроса. Это крещение в чем и во что? Давайте сейчас рассмотрим Иоаннова крещение. Крещение Иоанна Крестителя, который получил это имя по той причине, что он крестил людей. И об этом говорится в Евангелии от Марка 1 главе, в стихах со 2 по 5. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезиему». В этом заключалась особенность служения Иоанна Крестителя. Он должен был прийти и приготовить путь для Спасителя. И его весть была очень простой. Ее можно выразить одним словом. Покайтесь. И в следующем стихе говорится, «Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Или в прощении грехов. То есть они крестились крещением покаяния, которое приводило к отпущению, или прощению грехов. Крестились в воде в прощении грехов. И целью этого было приготовить путь для прихода долгожданного Спасителя Израиля, Иисуса из Назарета. И я думаю, что это очень важно, что Иисус не пришел, Бог не послал его, пока сердце народа Божьего не было подготовлено покаянием. И я осмелюсь предположить, что это справедливо и для второго пришествия Христа. Сердце народа Божьего должно быть подготовлено к этому покаянию. И я считаю, что покаяние это наиболее необходимая, жизненно важная весть, в которой народ Божий нуждается сегодня. Это всего лишь предположение. Служение Иоанна Крестителя было также очень важным связующим звеном между двумя различными периодами Божьего действования, между двумя периодами времени, между временем Закона и Пророков и между временем Благодати и Евангелия, которое пришло вместе с Иисусом. Итак, Иоанн был важным звеном в осуществлении Богом его плана. Нам относительно мало известно о нем, и я сам некогда недооценивал важность и значимость его миссии. Его служение было недолгим, но крайне важным. Он приготовил путь для Иисуса, и его влияние на народ было огромным. Если вы посмотрите на следующий стих, первая глава от Марка, пятый стих там говорится, «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». То есть за очень короткий срок он смог достичь тысячи, сотни тысяч людей, все население Иерусалима, Иудеи и так далее. Я всегда восхищался тому, как действует Бог. Он не собирает комитетов. Он не берет в аренду спортивных комплексов и не созывает ход, чтобы потом сказать, «Сейчас у нас будет служение». Он делает это самым невероятным способом. Всего лишь один человек в одежде из верблюжьего волоса отправился в пустыню. Всего один. И весь народ приходил к нему. Именно таким образом действует Бог. Он всегда действует неожиданным образом. И людей привлекает неорганизованность, хотя мы благодарим Бога за хорошую организацию. Но это не реклама, неизвестность. Это сверхъестественное действие силы Божьей. И знаете, что нужно нам? Сегодня мы нуждаемся в том же самом. Люди пойдут туда, где горит огонь Божий. Неважно, куда. И неважно, каковы личные качества проповедника. Неважно, получил он образование или нет. Нам известно, что Иоанн Креститель не учился в семинариях, но это был человек, чье сердце горело для Бога. И сам Иисус позже говорил о нем, что он был зажженным сияющим светильником, и его светом хотелось наслаждаться. Но, к несчастью, те люди, к которым обращался Иисус, так и не приняли огонь. Они пошли за светом. Получили те преимущества, которые дают свет. Но сам огонь они так и не приняли. Тем не менее, Иисус очень ярко охарактеризовал Иоанна Крестителя. Он был зажженным сияющим светильником. И я убежден, что это истина с научной точки зрения. Что если вы хотите сиять, вам необходимо гореть. Потому что света не бывает без жара. Так что давайте примем это в наши сердца. Если мы хотим светить для Иисуса, мы должны загореться. Давайте молиться, чтобы везде, куда Бог пошлет нас, мы были зажженными сияющими светильниками. Как я уже говорил ранее, Иоанново крещение было для прощения грехов. Он был переходным звеном между законом и пророками и Евангелием. И Иисус говорит об этом в 11 главе Евангелия от Матфея, в 13 стихе. Говоря об Иоанне, он говорит, «Ибо все пророки и закон прорекли для Иоанна». Иоанн ознаменовал окончание того времени. Он был связующим звеном перед новым временем благодати Евангелия. И это делает его очень важной персоной. Фактически, он стал новой вехой в истории Божьего народа. Им завершился один период и начался другой. И я сам часто думал, что раньше не вполне понимал значимость прихода Иоанна Крестителя, потому что в Библии о нем сказано немного, но все, что там говорится, крайне важно. При крещении Иоанн требовал три вещи от тех, кто приходил к нему креститься. Первое. Это было крещение покаяния. И мы уже разбирали, что такое покаяние. Это не порыв эмоций, это решение. Это значит, что вы прошли какой-то путь и повернулись назад, и пошли в противоположном направлении. И Иоанн требовал, чтобы те, кто приходил к нему креститься, отвечали этому условию. Во-первых, это было решение, затем действие. Во-вторых, Иоанн требовал публичного исповедания своих грехов. И кажется, что это выпало из мышления многих членов современных церквей. Но я по личному опыту знаю, как это действенно, когда человек, убежденный Святым Духом, исповедует свои грехи. Это ключ к разгадке секрета многих волн пробуждения в прошлом. Особенно пробуждение Уэльси в 1904 году. Оно было ознаменовано людьми, исповедующими свои грехи. И позвольте мне сказать вам кое-что. Вы не обязаны исповедовать свои грехи публично, но вы должны исповедовать их Богу. Потому что Бог прощает только те грехи, которые мы исповедуем. Иоанн говорит в своем первом послании. Другой Иоанн, апостол. «Если же исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Однако это предложение начинается словом «если». Если мы исповедуем грехи наши, если мы их не исповедуем, то мы лишены гарантии, что Бог простит нас. Я встречал очень много верующих, которые хранили горы неисповеданных грехов из прошлого. И затем они приходили с благословением или исцелением. И недоумевали, почему они их не получают. Они находились под гнетом. Давид говорит о тяжком бремени своих грехов. Дорогие друзья, сегодня среди вас есть те, кого их грехи гнетут, как тяжкое бремя, потому что неисповеданные вами грехи копятся и превращаются в горы. И для некоторых из вас будет полезным уединиться с Богом, открыть Духу Святому свои сердца и сказать, «Господь, покажи мне то, в чем я должен исповедаться». Но, пожалуйста, помните, что я вам сказал. Если вы не исповедуете свои грехи, у вас нет гарантии того, что Бог вас простит. Но если вы исповедуетесь, Он простит. И третье, чего требовал Иоанн Креститель, было свидетельство того, что жизнь человека изменилась. Он требовал подтверждения того, что человек покаялся. И когда к Нему приходили люди, в чем сердце не было очевидно раскаяния, Он отказывался крестить их. И в частности, это были религиозные представители того времени, фарисеи и саддукеи. Позже Иисус указал фарисеям на то, что мытари, грешники и блудницы, поверили Иоанну, а они нет. И Он сказал, «Скорее они придут в Царствие Божие, нежели вы». И это довольно характерный факт. Сильно религиозным людям очень трудно изменить привычный уклад своих отношений с Богом. Я иногда говорю, что когда в церкви начинается новое движение, это добавляет всему зданию еще один этаж. А эти люди, образно выражаясь, поставили над собой крышу. Они сказали, «Это все. Большего не надо». И когда ветер Божий начинает дуть, первое, что ему нужно сделать, это сдуть эту крышу. А они, как правило, этому сопротивляются и пытаются узнать, что это за ветер и что Бог будет делать дальше. Они подобны фарисеям. И вот что говорил Иоанн. Он был очень прямолинейный человек. Я некогда изучал, мы не будем углубляться в это сейчас, качества людей, о которых говорится, что они были наполнены Духом Святым. И первый из них — это Иоанн Креститель. Он исполнился Духом еще в утробе матери. Затем Иисус, затем Петр, потом Павел и, наконец, Стефан. И я сделал довольно пугающее открытие. Почти все они закончили свою жизнь в руках палачей. Еще одно открытие. Все они говорили очень простым языком. Они не пользовались вычурными религиозными терминами. Дух Святой не может подтверждать то, что запутано и затемнено. Ему нужна прямая и понятная речь. И послушайте, что говорил Иоанн Креститель. Немногие правоведники сегодня решатся сказать то же самое. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 7 по 9 стихи. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение Ехиднина, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму». Это поразительное утверждение, не так ли? Так что не полагайтесь на свое происхождение, не полагайтесь на свое воспитание. Вы лично должны принять условия, предложенные Богом». Итак, это были три требования Иоанна для совершения крещения. Покаяние, публичное исповедание грехов и свидетельство измененной жизни. И я хочу кое-что подчеркнуть здесь, потому что этот принцип встречается при всяком крещении. Там сказано, что он крестил их в покаянии, но он не совершал крещения до тех пор, пока они не покаялись. То есть крещение не приводило к покаянию, а являлось знамением, печатью их покаяния. И вы увидите это всякий раз, как будете читать слова «крещение в». Крещение не предназначено для того, чтобы поместить людей в определенное состояние, но оно является печатью того, что они в этом состоянии уже пребывают. И мы еще вернемся к этому позже. Далее. Крещение Иоанна были свои ограничения. Оно действовало только в определенных пределах. Прежде всего, оно не давало рождение свыше. Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. Иисус говорит об Аане Крестителе. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Иоанн был рожден женщиной, но он не был рожден свыше. Он не испытал второго рождения, потому что это не было возможным до прихода Иисуса. Но из рожденных женами он был наиболее велик, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Не потому, что мы такие, а потому, что мы находимся в Царстве. Бог ввел нас туда посредством рождения свыше. Помните, Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие». Итак, в крещении Иоанна были свои ограничения. Богом определенные ограничения. Во-вторых, и это важно, после Дня Пятидесятницы Иоанново крещение уже не было приемлемо. И это ясно из 19 главы книги Деяний. 19 глава книги Деяний, первые несколько стихов. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел прошед верхние страны, прибыл в Эфес, и нашед там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы святого духа, уверовавшие?» И здесь не говорится, чьи это были ученики. И, очевидно, Павел не стал уточнять. Я думаю, что он задал им вопрос, который задавал всем, «Приняли ли вы святого духа?» Из этого ясно, что можно уверовать, не получив дух святой. Такой была моя первая жена. Она была как тигрица, когда речь шла о принятии святого духа. Кого бы она ни встретила, она спрашивала, «А вы приняли святого духа?» И мне думается, что сегодня мы не очень-то торопимся задавать этот вопрос другим. «Приняли ли вы святого духа, уверовавшие?» И затем Павел кое-что узнал. Они сказали, «Мы даже не слыхали, есть ли дух святый?» И он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во иоанново крещение». Можно понимать это по-разному, но если здесь говорится, что они даже не слыхали, есть ли дух святой, то почему Павел спрашивает их, «Во что же вы крестились?» Почему здесь вопрос, «Во что же вы крестились?» Как получилось, что они не могли быть христианами, не зная ничего о Духе Святом? Одно объяснение таково. Иисус послал своих учеников, Евангелие от Матфея, 28 глава, крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. И если бы они приняли это крещение, то они должны были знать, что такое Святой Дух. Таким образом, Павел догадался, что они приняли крещение не как верующего Иисуса, а были крещены крещением Иоанна. Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». То есть Павел говорит, «Это было подготовительное крещение». Но теперь, когда Иисус пришел, был распят и воскрес, оно уже не действенное. И далее пятый стих. «Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса». Это очень важный момент. Вы должны признать Иисуса Христа за Господа и Мессию, чтобы быть допущенными до крещения. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Павел был очень дотошен. Он не хотел ничего поверхностного. Ему нужно было настоящее крещение. Они должны были быть верующими в Иисуса. Они были крещены в воде. И после того, как они были крещены в воде, и это было новое крещение, Павел возложил на них руки, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Таким образом, мы попытались определить ограничения, имевшиеся в крещении Иоанна Крестителя. Теперь мы подошли к христианскому крещению, суть которого выражена в используемом мною слове. Что значит быть крещеным как верующего Иисуса? И я должен сказать вам, что это значительно важнее, чем думает большинство христиан сегодня. Даже баптисты, в общем-то, недостаточно хорошо представляют себе важность и значение крещения в воде. И позвольте мне сказать, вы получаете крещение во имя Иисуса Христа не потому, что вы грешники. Это не крещение, а покаяние. Давайте посмотрим на это. Евангелие от Матфея, 3 глава, стихи с 13 по 17. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. И Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надо бы накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» В то время Иоанн еще не знал, что Иисус являлся Мессией, потому что в Евангелии Иоанна он говорит, «Я узнал, что Иисус есть Мессия, когда увидел Духа Святого, сходящего на Него, как голубя, и пребывающего на Нем». Итак, это свидетельство жизни Иисуса. Даже не зная, что Он является Мессией, Иоанн сказал, «Ты праведен, мне нужно креститься от Тебя». Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на Него. А в Евангелии от Иоанна говорится, пребывающий на Нем, «И все глаз с неба глаголющий, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Невозможно переоценить то, какое важное значение придает Новый Завет водному крещению, потому что в этой сцене крещения мы видим присутствие всех трех ипостасей Бога. Иисус принял это крещение. Дух Святой сошел на Него, и Он не сошел, пока Иисус не был крещен. И затем Бог Отец заговорил с Небес, сказав, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Бог, если можно так выразиться с почтением, приложил дополнительные усилия, чтобы подчеркнуть крайнюю важность в Его глазах факта крещения в воде. Теперь я хотел бы указать на природу христианского крещения. Это не крещение покаяния, потому что у Иисуса не было грехов, чтобы каяться. Он не был крещен, потому что покаялся. Он крестился у Иоанна, но это было не Иоанново крещение. Какова же была Его цель? Иисус Сам говорит об этом. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он не говорит «мне», Он говорит «нам». И тем самым отождествляет Себя со всеми теми, кто последует за Ним в водном крещении. И Он говорит «надлежит», «следует», «должно», «правильно», «так исполнить всякую правду». Именно это вы делаете, когда принимаете крещение во имя Иисуса Христа, как последователи Иисуса. Вы креститесь не крещением покаяния. Вы уже покаялись. Но это не та причина, по которой вы креститесь. Но вы креститесь, чтобы исполнить всякую правду, чтобы завершить всякую правду. И это очень важный момент. И я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание. Давайте откроем послание к римлянам, пятую главу. Первый стих. Павел говорит эти слова о нас, верующих в Иисуса. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа. Павел говорит, «Через нашу веру в Иисуса мы получили оправдание». И это один из наиболее важных новозаветных терминов, которые очень мало понимают. У него есть ряд разнообразных значений. Очищение, провозглашение невиновности, признание праведности, сделать праведными. Это все означает оправдание. Итак, через веру в Иисуса Христа мы очищены, объявлены невиновными, признаны праведными и сделаны праведными. И именно поэтому нам следует креститься. Не потому, что это крещение в покаянии, а для того, чтобы нам стать праведными. Мы уже имеем праведность, вменяющуюся нам по нашей вере во Христа. И теперь водное крещение становится завершением, исполнением, осуществлением этой праведности. И мне думается, сегодня многие это очень плохо понимают. Говоря в общем, важность водного крещения очень мало понимается и осознается сегодня. И скорее всего, если вы хотите креститься, вы получите такой ответ. Крещение? Крещение будет через две недели. Запишитесь в список. Но не так происходило крещение в Новом Завете. Я покажу вам это. Крещение главным образом — это посвящение. Я имею в виду христианское крещение. Это ваше отождествление со Христом в смерти, погребении и воскресении. Римлянам, 6 глава, 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? И так мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Итак, христианское крещение — это отождествление со Христом в его смерти, погребении и воскресении. Мы умерли с ним. В водной могиле мы погребаемся с ним. И выходя из водной могилы, мы воскресаем с ним, чтобы ходить в обновленной жизни. Жизни, отличающейся от той, которую мы вели до этого. И Павел говорит, что он воскрес славой Отца. Но если вы пойдете обратно в послание к римлянам 1 главу 4 стих, вы найдете там слова, что он воскрешен Духом Святым. Когда мы крестимся в воде, это означает, что мы подошли к концу нашей собственной жизни. Мы подошли к концу делания чего-либо своими собственными силами и праведностью. И с этого момента мы будем подобны Иисусу. Когда мы выходим из могилы, из этой водной могилы, это для того, чтобы ходить в силе Духа Святого. Иисус не воскресил сам себя из мертвых. Это очень важно. Бог Отец воскресил его Духом Святым. И Павел пишет в послании к римлянам 1 глава 4 стих. Он открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Два суда, один еврейский, другой римский, приговорили его к смерти, как преступника. Но на третий день, когда открылась гробница, и он воскрес из мертвых, Бог отменил их приговор. Он сказал, «Это мой Сын, и Он полностью праведен. И я воскресил его, потому что он станет начальником жизни и благочестия для всех, кто верует в него». О, как важно воскресение! Видите, в водном крещении мы имеем реальность воскресения. Я был учителем у африканских студентов несколько лет назад, подготавливая из них учителей. И в основном я говорил им, люди помнят 30% того, что они слышали, 60% того, что они слышали и видели, и 90% того, что они слышали, видели и делали. Поэтому не делайте так, чтобы ваши ученики оставались за партами, просто слушая. Вовлекайте их в практические занятия, которые бы показывали. Поняли они урок или нет. И Бог использует тот же самый принцип. Он не просто преподает нам теорию. Он дает нам не только смотреть на что-то, но Он дает нам и участвовать в этом. И водное крещение — это участие. Новое участие всякий раз, когда оно происходит. В смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. И в ранней церкви не могли войти в нее, пока вы не прошли через это участие веры, которую вы признаете. Вы видите, что недостаточно было просто сказать, «Я верю». Они должны были исполнить свою веру. И когда вы были погребены и воскрешены, ваша жизнь больше вам не принадлежит. И если вы собираетесь продолжать вашу собственную жизнь, вы не должны креститься, потому что крещение — это ваш смертный приговор. И затем это ваше воскресение. Но когда вы воскресли, ваша жизнь вам не принадлежит. Это посвящение на ученичество. В Евангелии от Матфея, в конце 28 главы, Иисус сказал Своим ученикам, что они должны делать про возглашение Его Евангелия. Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Исе, я с вами во все дни и до скончания века». Итак, он сказал, «Идите и научите все народы». Или в другом переводе «делайте учеников». Он никогда не говорил нам делать членов церкви. Вы это заметили? Вы знаете, самая большая проблема в современной церкви — это члены церкви, которые не являются учениками, потому что они искажают истину, которую мы пытаемся провозглашать. Если вы не желаете становиться учеником, у вас нет права креститься. Крещение — это посвящение на ученичество. Они не тратили много времени, уча их до того, как они были крещены. Но коль скоро они делали посвящение, тогда они учили их. И видите, это имеет смысл. Зачем тратить время, уча непосвященных людей? Пусть они докажут свое посвящение, и тогда можно будет учить их тому, что они должны знать. Я проходил это через миссии в Восточной Африке. Они неделями обучали кандидатов на крещение. Но на самом деле, к концу обучения, что они часто делали, это крестили язычников, у которых было знание в голове, но не было сердечного переживания. И они никогда не делали настоящего посвящения Иисусу. Поэтому я был приведен к тому, чтобы прианализировать это. И я покажу вам это через некоторое время. Но давайте просто рассмотрим теперь требования для христианского крещения. Мы изучили требования для Иоаннового крещения. Теперь давайте изучим требования для христианского крещения. Иисус сказал прежде всего, «Идите и научите все народы, крестяй». Итак, человек, собирающийся креститься, должен был слышать Евангелие Иисуса Христа. И вы помните, что я сказал? Что Евангелие основано на трех исторических фактах. Иисус умер, был погребен, и воскрес из мертвых. И если вы верите в это, тогда это вменяется вам в праведность. Вы оправданы. Итак, у нас нет права крестить людей, которые не слышали простых фактов Евангелия. Второе, следующее требование — это покаяние. В день Пятидесятницы, описанной во второй главе книги Деяне, стихе 38, мы читаем ответ Петра, «Когда обличенная, но не обращенная толпа спросила, что нам делать, мужи, братья?» И в стихе 38 Петр сказал им, «Покайтесь». Помните, что мы говорили, что покаяние всегда является первым шагом. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Это Божья программа. Она вся содержится в одном стихе. Почему мы должны разбивать это и растягивать на недели или месяцы? Я так был неосведомлен на Евангелии, что когда я был спасен, я получил крещение в Духе. Это не случилось в церкви. Это произошло в армейской казарме. Я только позже узнал, что вам полагается ждать. В тот же момент, когда я был крещен с Духом Святым, я получил дар говорения на иных языках и истолкования. Благодарение Богу, что я не находился в обществе других христиан, где вам нужно долго ожидать, что получить все это. Петр не говорил этого. Он сказал, «Это все в одном пакете. Покаетесь, креститесь в воде и получите дар Святого Духа». И я могу сказать вам, что если вы представляете истину людям таким образом, и они реагируют, тогда все так и произойдет. На это не понадобится много времени. Это не долгий и растянутый процесс. Это кризис в том смысле, что вы перемещаетесь из одного измерения в другое. В-третьих, для того, чтобы быть крещенными, люди должны верить. В Евангелии от Марка, в 16 главе 15 и 16 стихах, Иисус говорит своим ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И какой-то упрек нам, что по прошествии двух тысяч лет мы все еще не сделали работу». Это так, кстати. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Поэтому вы не правомочны креститься, если вы не уверовали, если вы не являетесь верующим. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Позвольте мне указать на то, что Иисус никогда не предлагал никакой гарантии спасения тем, кто верует, не будучи крещенным. Вы можете сказать, что с Господом у вас это улажено, это ваше дело. Но у вас никакой гарантии спасения и списания, пока вы не крещены, как верующие, и крещены целиком, с головы до ног, погружены. И другое условие утверждается Петром в первом послании Петра, 3 главе, 21 стихе. Он говорит о днях Ноя, и мы не будем углубляться в это. Мы просто рассмотрим применение этого. В стихе 20-м, 1 Петра, 3 глава, 20 стих, он говорит, «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, водни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь дух, спаслись от воды». Это важное предложение, не правда ли? Петра говорит, что Бог не мог послать потоп, пока не был приготовлен ковчег. И так он терпеливо ожидал, пока ковчег не был закончен, и тогда он послал потоп. И там написано, сколько человек спаслось из всего населения Земли? Восемь. Это очень серьезная мысль. Я видел подсчеты, что в то время население Земли было по меньшей мере около 2 миллионов человек. Это очень и очень серьезная мысль. Из возможных 2 миллионов человек спаслось только 8. Спасение на самом деле не для большинства. Так много вопросов сегодня в нашем, в кавычках, демократическом обществе, которые решаются решением большинства. Но Бог никогда не решает вопросы таким образом. Бог принимает сам решение в конкретном вопросе. Далее Петр продолжает, говоря о ковчеге и о Ное и о потопе. Он говорит, что это было прототипом того, что он и не спасает нас. Прототипом крещения. Он говорит, крещение спасает нас. И далее он говорит, не плотской нечистоты омытия. Это не принятие ванны в целях очищения, но обещание Богу чистой и доброй совести. Итак, это четвертое условие. Вы должны обещать Богу добрую и чистую совесть. Другими словами, это значит сказать, «Господь, я знаю, что я был грешником. Мне стыдно. Я раскаюсь. Я верю, что Иисус умер за меня. Я верю, что по вере в Него я оправдан, признан праведным. Я многое сделал, будучи грешником. Пожалуйста, прими меня. Вы обещаете Богу чистую и добрую совесть. Вы не можете сделать больше, чем Бог просит. Но если вы сделали все, чего просил Бог, то вы можете предстать пред Ним с чистой и доброй совестью. Итак, позвольте мне еще раз перечислить четыре условия для принятия христианского крещения. Во-первых, вам нужно услышать благую весть. Во-вторых, вам нужно покаяться. В-третьих, вы должны поверить в Евангелие. И в-четвертых, вы должны обладать чистой и доброй совестью перед Богом. Я не хочу никаких противоречий, но мне думается, что без противоречий я могу сказать следующее. Младенец никак не может соответствовать ни одному из этих условий. Не так ли? Я не думаю, что кто-то станет отрицать это. Это простой факт. Теперь я подошел к тому, на что я уже ссылался ранее. Учение о крещениях не обязательно должно занимать долгое время. Я видел это в одной миссии, где я работал. Они проводили шесть недель в обучении новообращенных, и лишь затем крестили их. По сути дела, они крестили обученных язычников, людей, которые никогда не встречали Господа. Их жизни не были изменены им. Это были очень хорошие люди, но... Итак, позвольте мне указать на некоторые факты относительно продолжительности времени. В день Пятидесятницы три тысячи человек были крещены в тот же самый день, когда они услышали благую весть. Апостолы не сказали, подождите, если через шесть недель вы принесете плод, то мы крестим вас. Или когда вы выучите наизусть все проповеди Иисуса. Они крестили их, потому что те отвечали условиям. Они поверили и покаялись, и они были готовы к посвящению. И заметьте, это было не очень популярное посвящение, потому что в то время была очень враждебная атмосфера. Затем в восьмой главе книги Деяний описывается, как Евнух и Феоплянин услышал благую весть от Филиппа. Давайте прочтем это, оно того стоит. Что произошло? Восьмая глава Деяний. Филипп находился на пути в Газу. Он только что покинул пробуждение в Самаре. И теперь по той причине, что ангел послал его, он находился на дороге в Газу, сам не зная для чего. И там он увидел Евнуха в колеснице, который ехал и читал так, как многие люди в его время, то есть слух. И читал он отрывок из пророка Исаии. И Филипп приблизился к нему и сказал, «Нет, Евнух обратился к Филиппу, скажи мне, о ком говорит этот пророк, о себе или о ком-то другом?» А он читал 53 главу Исаии, об Агнце, идущем на заклане. И Евнух задал вполне обоснованный вопрос, «Пророк говорит о себе или о ком-то другом?» И далее в 35 стихе оговорится, «Филипп отверз уста свои, иначе всего Писание благовествовало ему об Иисусе». То есть Филипп сказал ему, что Иисус есть тот, о котором пророчествовал Исаия. Там, говорится, проповедовал Иисуса. Филипп был евангелистом. У него была схема. Его послание было очень простым. Это послание из одного слова. В Самаре он проповедовал Христа. На дороге в Газу он проповедовал Христа. Я обожаю служение настоящего евангелиста. Сам я таковым не являюсь, но всякий раз, когда я вижу настоящего евангелиста в действии, что-то во мне волнуется. И дело евангелиста заключается в том, чтобы привести грешника ко Христу. Когда это произошло, задача выполнена. Филипп сделал свое дело в Самаре и отправился дальше. Многие люди остались там, потому что собрание было очень успешным. Но у него было направление от Бога двигаться дальше. Это было испытание на послушание. И вот таким образом он оказывается на дороге в Газу вместе с этим евнухом и проповедует ему Иисуса. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Он проповедовал Иисуса. И написано, что они сошли с дороги и подошли к воде. И евнух сказал, вот вода. «Что препятствует мне креститься?» Поэтому он велел колеснице остановиться и сошел в воду, и Филипп крестил его. Итак, еще раз, там говорится, что Филипп проповедовал Иисуса. И он наверняка сказал что-то о крещении, потому что инициатива принадлежала евнуху, не Филиппу. Он сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. И Филипп сказал, «Хорошо, давай». И они оба сошли в воду. Всякий раз, когда в Новом Завете описывается крещение, люди сходят в воду, а затем выходят из нее. И затем Филипп пережил нечто удивительное. Он был перемещен Богом в другое место, и евнух его уже больше не видел. Но евнух не беспокоился. Он продолжал свой путь радуясь. Но позвольте мне сказать вам, что прошло где-то всего два часа между тем, когда евнух впервые услышал благую весть, и тем моментом, когда он крестился. У него не было продолжительного периода подготовки. И затем в доме Корнилия, вы знаете эту историю, Петр неохотно отправился в дом язычника, потому что это противоречило его религиозным нормам. Но затем он начал говорить с ними об Иисусе, и произошло удивительное. Его проповедь была прервана. И я молю, Господи, пусть наши проповеди почаще прерваются. Дух Святой прервал эту проповедь. Когда люди еще слушали, в 44 стихе говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И обратите внимание, здесь идет речь о погружении. Мы поговорим об этом на нашем следующем занятии. Но это было погружение. Они были погружены свыше. Погружение типа Ниагарский водопад. Почему они изумились? Потому что слышали и говорящих языками, и величающих Бога. Многие проповедники сегодня сказали бы, «Давай-ка мы посмотрим за тобой недель шесть. И если ты в самом деле станешь приносить плод, то мы удостоверимся, что это было настоящее крещение». Никто не обладал меньшей готовностью поверить, что язычники готовы стать христианами, чем Петр, пришедший с ним. Но в тот момент, когда они услышали их, говорящих языками, они сказали, «Они получили то же, что и мы». Затем Петр сказал, «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И там говорится, что Он повелел им креститься. Он не посоветовал. Он повелел им. Это акт послушания Богу. Сколько времени прошло? Может быть, час. С того момента, как они заговорили на иных языках. Это того, когда они были крещены в воде. Но это было безотлагательно. Затем история о филиппийском стражнике. Я очень люблю ее. Вы помните, Павел и Сила были брошены в темницу. И там, в одной из самых охраняемых тюрем, в полночь, в самый темный час. Что они делали? Они пели и прославляли Бога. И там сказано, что узники слушали это пение. И в какой-то момент это прославление пробудило к действию сверхъестественную силу Божию. Вся тюрьма сотряслась до своего основания. Все двери открылись, и цепи упали с рук. И стражник, увидев это, был готов совершить самоубийство, потому что по римскому закону, если хотя бы один узник убегал из-под стража, то стражник отвечал за это своей головой. Но Павел сказал ему, успокойся, не причиняй себе вреда, мы все здесь. «Тебе нет нужды совершать самоубийство». Затем там говорится, он потребовал огня, стих 29, и в трепете припал к Павлу и силе. Это поистине удивительно, когда стражник трепещет перед узниками, правда? И он вывел их и сказал, «Государь мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой, то есть те люди, которые живут в нем». Будучи главой семьи, он обладал правом верить за свою семью. И затем там говорится, «Они проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его». Все они жаждали услышать Слово Божье. «Взяв их тот час ночи, он намыл раны их, и немедленно крестился сам, и все домашние его». Они не стали дожидаться восхода. Это было срочное дело. Я не знаю, смог ли я донести до вас, насколько срочным представлялось водное крещение христианам Нового Завета. Они не откладывали. Они не дожидались служения крещения, потому что их спасение зависело от этого. «Кто верует и крестится, будет спасен». И я не хочу вызывать спор, вы сами должны решить, как вы реагируете на это. Давайте теперь посмотрим на духовное значение крещения. Это утверждено в шестой главе Послания к римлянам. Давайте откроем это место на минутку. Римлянам, шестая глава, начиная с третьего стиха. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились?» Всякий раз, когда Павел начинает словами «Неужели не знаете?», я заметил, что большинство современных христиан действительно этого не знают. Он пишет «Итак мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть, как я уже говорил ранее, мы отождествляемся с Христом в смерти, в погребении, и слава Богу, что на этом все не кончается. «Ибо если мы погребены с ним, то с ним мы воскреснем». И далее Павел говорит нечто очень важное. Он пишет «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения». Здесь идет речь о погребении в крещении. Это значит, если мы были погребены, это гарантия того, что мы воскреснем. И затем он пишет «Зная, что ветхий наш человек распят вместе с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Итак, факт, который иллюстрирует крещение, заключается в том, что когда Иисус умер на кресте, наша грешная, непокорная смертная природа была распята вместе с ним. И в этом откровение. Видите ли, ваши грехи могут быть прощены, но вы все же можете оставаться непокорным. Множество людей живут так. Они приходят в церкви, исповедуются, получают прощение грехов, выходят из церкви и продолжают грешить, как и раньше. Но Божья цель не в этом. И первая причина происходящего в том, что они не знают, что когда Иисус умер на кресте, наш ветхий человек, эта непокорная личность была распята вместе с ним. И это единственный выход, другого нет. Единственный выход, чтобы справиться с бунтарем. Единственное решение — это смертная казнь. Но благая весть в том, что эта смертная казнь уже совершилась более 19 веков назад, когда Иисус умер на кресте. И Павел говорит, что вам нужно знать это. Затем он продолжает в 11 стихе. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашему». Павел говорит, «Вы знаете об этом, теперь вам нужно признать это». Вы должны признать, что вы умерли для греха и живете для Бога. И внешний процесс — это водное крещение. Вы сходите в могилу, вы выходите из могилы, оставляя там свою греховную сущность, и вы выходите новым творением. Хорошо, теперь давайте обратимся к отрывку из послания к Колоссянам, который очень важен для нас. В этом послании к Колоссянам, во второй главе, Павел пишет, обращаясь к христианам, в 11 стихе, «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». По иудейскому закону, обрезание — это было удаление небольшого кусочка плоти. Однако христианское обрезание — это отсечение всей греховной сущности. И когда умирает тело, что нужно с ним сделать? Мы говорили об этом. Похоронить его, верно. Это считается нарушением, если тело будет оставлено лежать непогребенным. Я находился в британских войсках в Северной Африке, и мы никогда не оставляли на земле трупов. Мы всегда зарывали их. И вот что я думаю. Если вы умерли, не оставайтесь непогребенным. Погребите себя. Понимаете? Далее Павел продолжает. После совлечения греховного тела плоти, что вы делаете? Погребаетесь с ним в крещении. В нем вы и воскресаете веру и силу Бога, который воскресил его из мертвых. Заметьте, крещение действовано только для тех, кто верит. Потому что мы воскресаем ничем иным, как верой в то, что Господь это совершит. Если вы не верите, это не работает. Позвольте мне теперь сообщить вам несколько важных фактов. Послание Галатам, 3 глава, 27 стих. Все вы во Христа крестившиеся. Вы Христа облеклись. Во что мы крестились? Во Христа. Мы не крестились в какую-либо деноминацию или церковь. Это является серьезной ошибкой. Я вспоминаю, как я был в Восточной Африке, где самая обширная евангелическая миссия не принимала никого, свои члены, пока человек не получал крещение именно в этой миссии. Человек мог быть крещен до этого, как верующий. Но если это произошло не в той миссии, то они совершали крещение в миссию. Это страшная ошибка. Это плодь. Мы крестимся не в церковь. Мы крестимся во Христа. И ничего другого, кроме Христа, недостаточно. И еще, как я уже говорил, это работает только при наличии веры. И еще нам нужно понимать тот факт, что наша новая жизнь наполняется силой от Духа Святого. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, ныне действует нас. Теперь давайте очень быстро рассмотрим две ветхозаветные картины крещения. Одну из них мы уже рассмотрели в 1-м послании Петра, 3-й главе, 20-м и 21-м стихе. Ноев Ковчег. И Петр говорит, что это был прототип водного крещения. В чем заключался смысл нового ковчега? Прежде всего, это была весть о грядущем суде. И был только один способ избежать суда — укрыться в ковчеге. И так потоп представляет собой суть Божий. Ковчег, как всегда в Библии, это всегда образ Иисуса Христа. Находясь в ковчеге, можно спастись. Вне ковчега все погибают. Нет другого спасения. Кроме как укрывшись в ковчеге Иисусе Христе. И в этом ковчеге вы безопасно пересечете все воды потопа и выйдете в новую жизнь, абсолютно новую жизнь. Ваша прошлая жизнь вся омыта, и перед вами открывается совершенно новая. Такова картина Ноева Ковчега. И есть еще одна картина, на которую мы тоже коротко взглянем. В первом послании к Коринфянам, 10 главе. Первая и вторая стихи. «Не хочу оставить вас, братья мои, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». И далее он говорит, что все сие происходило как образа в наставлении нам. Итак, Павел говорит, что каждый израильтянин во время исхода из Египта прошел через два переживания. Облако сошло на них свыше, и Павел говорит, что они крестились в облаке. И так здесь присутствует то двойное крещение, которое должен испытать каждый верующий. Облако сходит на нас свыше, мы погружены в это облако. Мы сходим в воду, оказываемся в воде, и потом выходим из воды. И когда они вышли из воды, для них началась новая жизнь с новыми законами, с чистого листа. Все старое было оставлено позади. И именно водой были отрезаны египтяне. Это очень важно. В Египте они были спасены через веру в кровь адница, но это не отделило их от египтян. Отделение произошло посредством воды. И наше с вами отделение происходит посредством крещения. Мы можем верить в кровь Иисуса и быть спасенными, но мы не отделены до тех пор, пока не примем крещение. Я сталкивался буквально с тысячами людей, которые были избавлены от нечистых духов, и я неустанно повторял их. Если вы хотите сохранить свое освобождение, вам необходимо креститься в воде, потому что так происходит отделение, не кровью. Кровь спасает вас в Египте. Вода отделяет вас от Египта. Отделение водой и облаком. И Павел говорит, что они крестились в Моисея. Иными словами, это поставило Моисея во главу над ними. Но мы с вами крестимся не в Моисея, мы крестимся во Христа. И Христос становится нашей главой. Но чтобы войти в Него, как это предусматривает Библия, мы должны пройти через воду, и мы должны пройти через облако. Это так явно и очевидно. И затем в послании к евреям, 11 главе 29 стихе, говорится, и мы можем прочитать это, потому что здесь еще раз подчеркнуто, как важна вера. Потому что если вы не верующий, то вы ходите в воду сухим грешникам, а вы ходите из воды мокрым грешникам. Это единственная перемена, которая с вами произошла. Я слышал одного человека, который свидетельствовал о таком опыте в своей жизни. Позднее он все же был спасен. Он был солистом и пел в церкви. И пастор решил, что если он поет в церкви, то он должен быть крещен. Он сказал, ладно. И это произошло. В воду вошел сухой грешник, а вышел оттуда мокрый. Это единственное, что произошло, потому что там не было веры. И вот что Павел говорит об израильтянах, 11 глава Евреям, 29 стихе. Верой перешли они черное море, как по суше. Как они это сделали? Верой. Правильно. На что египтяне, покусившись, потонули. Почему? Потому что в них не было веры. Поэтому, если вы ходите в воду, не будучи верующим, все, что произойдет, вы просто утонете. В новую жизнь вы можете перейти только веруя в Иисуса. И это очень серьезный вопрос. Гораздо более серьезный, чем большинство конфессий в церкви, я даю тебе отчет. Я много раз сталкивался с людьми, которые были обличены. Они спрашивали, что теперь делать нам. И я говорил им, вам нужно креститься. Когда? Как можно скорее. Сейчас. Во Флориде я как-то взял людей на побережье. Нам пришлось ехать до Майами, это 20 миль. Я сказал, раз я собираюсь вас крестить, вы лучше возьмите с собой одежду. Вы ведь промокнете. Они сказали, ничего, все в порядке, поедем обратно мокрые. Эти люди видели важность крещения и его срочность. И я хочу предложить вам, нам нужна переориентация в церкви, в нашем понимании крещения, потому что это часть спасения. И я не говорю вам, что если вы верующие, но еще не крещены, то вы не спасены. Это только между вами и Богом. Но я не могу с уверенностью сказать, что вы будете спасены, потому что говорится, кто верует, и крестится, будет спасен. Давайте сейчас немного помолимся. Господь Иисус Христос, ты являешься главой всего в твоем теле, которая есть церковь. И мы приносим тебе всех этих людей сейчас. И лишь ты один знаешь сердца каждого. Ты один знаешь, в каких отношениях с тобой они находятся. И я искренне молю, Господь, если здесь есть те, кто действительно желает спастись и стать твоим учеником, но еще не был крещен в воде, ты духом твоим святым, дай таким сердцам ощутить необходимость такого акта послушания. И да будет это во славу Твоему.